здравствуйте дорогие ученики с вами автокурсный фарсадеков значит как когда идет снег обучение вождение транспортных средств будем изучать вами ученик наш тенис пристегнул время безопасности потихоньку будем заводить машину заведите машину включите дворники на первом режиме постоит так и задний обогрев стекла тоже покажите задний обогрев стекла вот этот кнопочкой это считается задний обогрев стекла все потихоньку сейчас будет нагреваться заднее лобовое стекло и очищать лед и по испарению тоже так ну-ка потихоньку начинает струкаться мендопола на первую пергачу с ручника снимаем и потихоньку так подождите что они там делать пусть они пройдут потом вот так и потихоньку сбоку чисто поворотник не забывайте вот так все поехали аккуратненько едем добавляем газ педали вторую передачу и поехали аккуратненько и а и У нас на дороге идет снег, но еще кто-то не прилипает к асфальту, пока вроде нормально, так, добавляем газа до конца этой улицы, потом нам налево, включаем поворотник, так, притормаживаем, пропускаем этот машин аккуратненько, тут правило правой помехи, с правой стороны есть машина? нет, аккуратненько, поворачиваем, теперь нам направо, хорошо, хорошо, шире, молодец, молодец, справе, вот так вот, финис уже нормально, скоро заканчивает, у него все-таки вроде нормально получается, нет, нет глючить, но ничего это все в госпрактике, чем больше будете водить, тем больше у вас будет машинальная реакция, тем лучше получается, поэтому раз начали, не останавливайтесь, надо платформу водить, лежачий пальцейский правильно он делает, значит получается одно колесо на ровном части, а одно колесо на лежачем, так намного удобно будет проходить, меньше убивать в ходовую часть, так, хорошо, аккуратненько, и в комментариях ребята, напишите, как он водил, так, два колеса на ровный, желательно два колеса на лежачем, так, молодец, так, это у нас перекресток, равнозначно с народом, значит, тут действует правило правой помехи, значит, в этом перекрестке мы должны пропустить транспортных средств, тот, кто находится на правой части, пауэротинг не забывайте, направо, хорошо, аккуратненько, пропустили мы его, и держите правее, видите, не левее, при пауэротинге направо, вы должны занять крайне правую полосу, и теперь на три колеса, и теперь дайте, только сильно не разгоняется, в этом погоде, значит, получается трудно остановить машину, снег потихонку прилегает к асфальту, поэтому, будьте осторожны, 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 лужи может быть пьян, поэтому желательно на лужи будьте поднимательны, видите, потихонку, потихонку, если вдруг яма на лужи, значит, когда дождь, снег, значит, получается, яму закрывает лужи, и большая яма, вы можете упасть на эту яму, поэтому через лужи вы должны двигаться, как бы, гораздо менее скорости, меньшей скорости. У нас многие ученики спрашивали, как, когда идет снег, сделайте вождение, вот, пожалуйста, как раз снег в Ташкенте и вождение. Так, на перекрестке нам направо, пока рановато, поворотники, так, там лужа, помедленнее, помедленнее, аккуратненько, желательно объезжать лягу, чтобы не упасть на яму. Так, и на вторую передачу у вас пульс падла, упала, все равно там красная, на вторую, и аккуратненько, без газа, пусть сам пока аккуратненько трогается, а пока мы дойдем, может быть, загорится зеленый сигнал с недопором, в этом случае на зеленом спокойно мы можем, как бы, пройти, если нет, будем останавливаться, чуть любее, спрей до пола, и плавно долго, вот так вот, на нейтралку, на первую, и потихоньку начали трогаться, чуть добавляйте газа, добавляйте газа, не экономьте, вот так вот, при повороте направо, крайне правую полосу занимайте, крайне правую, вот так, так, хорошо, 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 теперь на вторую передачу, так, вот так, и где удобно, там и припаркуйтесь, выбор за вами, только не нарушая, до пешеходного перехода запрещается, а после, по правилам ножа, смотрите, выбирайте место, где вам удобно, поворотник не забывайте, хорошо, так вот, это другое делаем, спрей до пола, тормоз, на нейтралку, он, по-моему, сейчас выезжает, или нет? мне кажется, он тоже ученик, и пока не решается, ну ладно, пойдем, сначала дворники надо выключить, потом уже двигатель, сейчас зажигание включите, зажигание включите, зажигаем, все, теперь выключите дворники, теперь двигатель, вот так, всего вам доброго, до свидания, до следующих роликов, будет вопрос, задавайте в комментариях, постараюсь ответить, до свидания.